Друзья, всем привет! В последние два дня у нас было очень много важных новостей, но из-за проблем с электроэнергией мне не удалось выпустить видео. Я теперь даже не знаю, как проводить стрим. Весь свет отключает в любой момент без предупреждения. И нужно сказать, что сегодня ночью Россия продолжила обстрел наших энергетических объектов. Но давайте все по порядку. Перед тем, как перейти к обсуждению самых важных тем, я все-таки попрошу вас подписаться на мой Телеграм, где я выставляю видео, которые я не могу выставить у себя на этом канале, из-за жестких требований Ютуба. А также обязательно подпишитесь на мой второй канал на Ютубе Корабащенел, где я выставляю видео из чат-рулетки, в которых я напрямую общаюсь с россиянами. Ну а теперь я хочу сказать то, что я в какой-то мере был приятно удивлен, потому что после моего предыдущего видео, где я говорил о том, что после войны в Украине ничего не поменяется, и наши чиновники из высшего ишелона власти как воровали, так и будут продолжать воровать, зашевелились наши антикоррупционные органы. И вот вам вчерашняя новость. Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура по давно забытому делу Роттердам Плюс объявили 15 новых подозрений. А теперь скажите, вы считаете это нормальным? Четыре года молчали, а теперь вдруг зашевелились. Одним словом, вчера было сообщено о подозрении 15 должностным лицам, среди которых были действующие лица НКРУ, а также должностные лица группы частных компаний, которые были причастны к внедрению и применению так называемой формулы Роттердам Плюс. Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляет, что в результате применения формулы Роттердам Плюс потребители электроэнергии, ну то есть мы с вами, в течение 2016-2019 годов незаконно переплатили более 39 миллиардов гривен. Следствие считает, что в формуле Роттердам Плюс были заложены расходы на услуги, которые фактически не выполнялись, а именно транспортировка угля национального производства к тепловым электростанциям из порта Роттердама. А теперь я хочу вспомнить, сколько видео в свое время я выпустил на эту тему. В общем, многие говорили в свое время об этом безобразии, но решительных мер никто не принимал. Хочу напомнить, что выгодополучателями от этой формулы Роттердам Плюс были тогдашний президент Украины Петр Порошенко и олигарх Ренат Ахметов. Но вот вы знаете, положа руку на сердце, я даже сейчас не верю, что кто-то из нынешних чиновников понесет хоть какое-то наказание. Не верьте, что будет показательное дело. Ничего этого не будет. А будет как всегда. Если прижмут кого-то конкретно, то как всегда он откупится. Как это было уже неоднократно. И тот же Порошенко с Ахметовым откупятся. Ой, да что там говорить. Вы сами все знаете. Нас как имели, так и будут иметь. Ну а теперь я хочу остановиться на одной очень важной новости, на которую нам всем следует обратить внимание. Итак, вчера из информации, предоставленной СНН, стало известно, что директор ЦРУ Бернс тайно посетил Украину, чтобы встретиться с президентом Зеленским. И произошло это в начале октября. Кроме Зеленского он еще встречался и с другими официальными лицами. Так вот, самое главное, по итогам этой встречи издание отмечает, что поездка Бернса состоялась именно в тот момент, когда США всерьез озаботились тем, что Россия может использовать ядерное оружие в войне против Украины. Бернс заявил, что он не видит никаких доказательств того, что Москва активно готовится к такому шагу. Но источники издания, знакомые с данными разведки, предупреждают, что такой риск является, пожалуй, самым высоким с момента полномасштабного вторжения России в Украину. В связи с этим, знаете, что меня тревожит? Все это очень похоже на то, как перед войной США предупреждала Зеленского о вторжении России в Украину. А он не верил. Боюсь, как бы история опять не повторилась. Как говорится, не дай бог. Чтобы опять наши официальные лица нам потом не заявляли. А мы знали, но не хотели сеять панику. А то, что США всерьез озабочены возможностью применения России ядерного оружия, говорит следующий факт. Сегодня стало известно, что модернизированные тактические ядерные бомбы Б-61 США разместят в Европе раньше, чем планировалось. Об этом заявило издание «Политика». Эти боеприпасы должны были доставить на европейский континент весной следующего года, но привезут в декабре нынешнего. Американцы заявили, что этот шаг происходит на фоне усиления напряженности в связи с угрозами России применить ядерное оружие в Украине. Но и также следует отметить, что США предупредили Путина о последствиях ядерного удара. Об этом в интервью Блумберг заявил государственный секретарь США Тони Блинкен. Он не уточнил, когда и в какой форме Путину было сказано о возможных последствиях, которые будут ждать Россию в случае применения ядерного оружия. И связано это не только с определенными нагнетаниями с российской стороны по поводу грязной бомбы, но и в связи с заявлениями министра обороны России Шойгу. А он отчитался, что Россия провела ядерные учения с отработкой ударов стратегического оружия массового поражения. Он заявил, что пуски были осуществлены с морских и воздушных средств. Были задействованы ракетоносители Ту-95. Ракеты целились в подводных лодок. А также испытали межконтинентальную баллистическую ракету Ярс. И хотя Шойгу заявил, что все страны были предупреждены об этих учениях, мы понимаем, что это было не что иное, как демонстрация силы. Но еще одна интересная новость. Российская Федерация угрожает нанести удар по спутникам Старлинг и Ланамаска. Замглавы Департамента по контролю над вооружением МИД России Константин Воронцов заявил буквально следующее. Он сказал, что если украинские военные будут и далее использовать коммерческие спутники, они могут стать законной целью для вооруженных сил России. Здесь речь идет именно о спутниковой группировке США, которая принимает участие в передаче в Украине разведданных и обеспечивает ВСУ закрытой связью. Ну и, конечно, нужно сказать о визите президента Германии Штанмайера в Киев. Это был первый его визит с тех пор, как в начале апреля между Зеленским и Штанмайером произошел конфликт. Зеленский ранее отказал президенту Германии возможности посетить Украину из-за его близости к России. После этого в Киев отказался ехать и канцлер Германии Олаф Шольц. И только в мае конфликт удалось кое-как уладить. По результатам встречи президент Германии пообещал поставить в Украину еще три системы ПВО и Ристе. Ну и также он пообещал оказать всяческую помощь в восстановлении Черниговской области. Ну и также он пообещал продолжить поставку в Украину систем ПВО. Следует также отметить вчерашнее заявление премьер-министра Италии Мелани. Выступая в парламенте, она сказала, что нужно продолжать оказывать Украине военную помощь. Лишь так можно помочь нашей стране защитить себя на поле боя от российских войск. Таким образом, Италия подтвердила, что будет нам помогать с вооружением. Ну и очень оптимистическое заявление для нас сделал вчера премьер-министр Австралии. ABC сообщает, что он заявил о том, что Австралия отправит Украине 30 бронетранспортеров-бушмастер. Также Австралия разместит до 70 инструкторов в Британии для обучения украинских военных. Это в какой-то мере должно способствовать укрепить оборону нашей страны. Ну и нужно сказать, что общая финансовая помощь Австралии на сегодняшний день составляет 655 миллионов долларов. Ну а на этом, друзья, у меня пока все. Я думаю, в ближайшие дни я проведу стрим, где мы обязательно поговорим об угрозе со стороны Белоруссии, а также о положении дел на херсонском направлении. Не забывайте писать комментарии и ставить лайки. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч. Продолжение следует...